Еще раз приветствую вас всех. Вы знаете, для меня большое преимущество, что я попал не просто к вам, а еще на День Благодарения. Вообще благодарность дефицит нынче, да? Вы заметили это вообще в жизни нашей? Я недавно пришла к интересную статью, что в Германии поставили мусорные корзины, поставили там датчики. Когда бросается мусор, датчики срабатывают, включается маленький динамик, который говорит такие слова «благодарим за чистоту». И поставили скрытые камеры, и люди бросили мусора, «благодарим за чистоту», он остановился, вернулся, еще что-то бросил, еще раз послушает. И когда показывает, как люди возвращаются, в том же мусора нет, он что-то хорошее выбрасывает. Они же только слышат слова «благодарим за чистоту». Люди жадны, как бы желают этих слов, они хотят услышать благодарность. Поэтому не скупитесь. Скажите своим любимым, близким, друзьям большое спасибо за любые услуги, за налоги и комплименты, за что бы ни было, скажите спасибо. Потому что благодарность, она действительно поднимает настроение. Благодарность – это состояние нашего сердца, которое имеет большое преимущество. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на одну интересную тему. Тема называется «Совершенствия нет пределов». Прежде чем я приступаю непосредственно, хочу рассказать некоторые данные, которые существуют сегодня, например, в спорте. Усэйн Болт, известный бегун, вы его знаете, Ямайка, в 1986 год рождения, 11-ти кратный чемпион мира, 8 мировых рекордов. Он с той трубку бежит быстрее, чем за 10 секунд, 9,58 секунды, 200 метров, 19 секунд и 19 сотых. Это рекорды, он побеждал даже свои собственные рекорды. И его называют молниеносной, знаете, от его скорости. Врачи говорят, и вообще люди, которые исследуют эти вопросы, говорят, что у него телосложение настолько предусмотрено для того, чтобы делать такие скоростя. Представьте себе, почти 45 км в час. Большинство людей даже на велосипеде не могут высоко ехать. И если украсть у него велосипед, он догонит вас. Поэтому если вы знаете, что велосипед у Сейна Болтон не болит, и он догонит без велосипеда ногами. Да, три раза подряд на эти секунды выиграл золото. Пекин, Лондон, Рио, Жанейро, соответственно, 2008, 2012 и 2016 годы. Конечно, рекорды бьются постоянно, почти постоянно. И кажется, где этот предел человеческого совершенства? Майкл Фелпс, плавец, метр 90-20 метров. Моего рода, у него размах рук 2 метра и 10 метров. Представьте себе, какие размах рук. Он, конечно, в 15 лет и 9 месяцев поставил первый мировой рекорд. Уже в 15 лет, подростком, уже был первый мировой рекорд. Он 23-кратный Олимпийский чемпион. 28 золотых медалей в истории Олимпийских игр. Это рекордно. Настолько рекордно, что он просто вошел во все рекорды побил. И, конечно, когда я услышал, что у него раз такой труп у меня, я говорю, «Эрнец!» Я думаю, что он говорил, «Бери рулетку за берег, сколько у меня!» Я достал руки, говорю, «Замеряй!» Он замерил 2-0-3. Я говорю, «О, классно! Пойду, берите, берите абонементы для меня, буду ходить в бассейн-субах. Буду учиться пары». Хотя мне уже скоро 60-е. Знаете, я считаю, что никогда не поздно чему-то научиться. И я начал посещать курсы репетитора частного маньяна, для того, чтобы учиться на соло-гитаре играть, потому что у нас группа организовалась. И учусь. Ну, скоро 60 лет. Или через 8 лет. Но это скоро, тогда завтра пройдите. И вообще, что касается образования, никогда не поздно. Об этом мы чуть позже поговорим. Но вот рекорды. Когда бьются рекорды? А я могу бы зачитывать эти рекорды до бесконечности. Их очень много, и они постоянно бьются. И не только в спорте, в музыке. Например, раньше, когда люди были знаменитые музыканты, которые играют какие-то сложные произведения, сегодня десятки верховозов, которые снимаются роликами, показывают технику пальцев, которые превосходят известных музыкантов. Причем намного. Я именно в гитаре знаю, что скорость набирания нот постоянно бьются рекорды. Постоянно. Это настолько интересно. И где человеческий предел? И не только в этом. Любой вид спорта, посмотрите, футбол, баскетбол. Посмотрите 20 лет назад, как играли. Посмотрите ролик. Просто как они играют, какая техника. И посмотрите сегодня. Как сильно все шоргнуло вперед. То, что делал Майкл Жорн на баскетбольной площадке. Сейчас и Леврон Джейс, и другие баскетболисты. Айвексов. Современный Копли Брайнджер тоже ушел. Ну, тоже сколько побил рекордов, потому что в желтом дело. Баскетбол совсем другой стал. Характер другой, стиль другой, техника другая. Все надо мчиться. Посмотрите, техника какая. Сегодня микроволон, раньше, чтобы разогреть пищу, надо было дроны, типа, сейчас доставишь микроволон, вот такая технология, включаешь кнопку, и тебе кажется, что медленно секунды считаются. Вы знаете, уже хочется быстрее, если стоишь на минуту, это долго. И ты пока оно считает, тебе скучно стоять возле этого. А потом ты это время научишь заняться чем-то другим, пока оно повыреется. Дай звонок. Мы как-то спешим, и все время все скорее, быстрее, лучше, лучше. И кажется, что нет совершенно предела. А скажите, а он есть или нет вообще? А может, он есть? Будет когда-то в то время, когда рекорд будет установлен, не может быть, столетиями больше, никто не сможет побить, или тысячелетиями даже. Есть такое подозрение? Судя по всему, что происходит, кажется, этого не может быть. Это никогда не произойдет. Потому что настолько все бьется рекорды, постоянно один за другим, один за другим, что кажется, что просто человек постоянно призван развиваться и достигать чего-то. А как вы думаете о духовном смысле? Духовно. Есть какой-то предел? Или тоже нет предела? Нет. Нет уже дела в совершенстве. Совершенство нет предела. Да так не уверена. Так, знаете, на всякий случай, знаете, а кто его знает, что сейчас как дело повернется. Так на всякий случай вы, как вы. Нету. Да. Вы знаете, в Библии интересный стих есть. Первый к Римпинам. Точнее, к филиппийцам. По самим филиппийцам. Я прочитаю из третьей главы. Девятый стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога». Павла, любимая тема, это было не через веру. Он говорит мне о тел, чтобы никто не хвудился. Вы знаете эти тексты. Но дальше смотрит, что он говорит. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг двенадцатый стих или усовершился, но стремлюсь, не достигнули и я, как достиг меня Христос. Братья», повторяет он эту же самую идею, «я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, просираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Интересное высказание. Кто совершен, то как вы уже мыслить? Что не достиг чего-то, что есть куда развиваться. Так мы устроены Богом. В духовной сфере мы тоже можем развиваться и развиваться, развиваться. Но наблюдая за общинами, наблюдая то, что происходит в церкви, и вообще наблюдая за эти годы служения, я заметил такую деталь, что большинство, я не знаю, как в Киеве, но по крайней мере в Южной конференции, в Одессе, большинство людей, христиан, которые пришли в церковь, да, конечно, он начинает с того, что мы спасены на христе. Дай мне.ру, добавить нечего. Хотя я всегда говорил, в начале года не понимал о древесии, но частичку и еще что-нибудь явно. Я же не мог как оставить человека. Надо было что-то еще сказать. Но на самом деле, это действительно истинно. И многие пришли в церковь, сели на стульчике себе и успокоились, как, знаете, уже как бы спасены, успокоились. И как будто уже нечего достигать, как будто все, что нужно уже достигнуть, как будто по пути в Новый Иерусалим, в Вечность объявили привал. Сели себе и сидят. Спокойно, уютно, подушечки, стерили, чтобы было мягче, стильки, чтобы были удобные. Желательно, чтобы не сильно громко там и резко кто-то крикивал, потому что еще может разбудить. Понимаете, привал такой. И как будто уже всего достигли. Как будто мы уже воскрешаем мертвых, как будто мы уже исцеляем больных, как будто мы делаем большие чудеса, как будто Господь живет с каждым из нас, и тут все так ярко, так как в Первой Афганской Церкви, уже все сделано, весь был тогда помещен, и можно сделать небольшой привал. Так или нет? Да, совершенству нет предела. Божелай, что мы совершенствовали. И вот что интересно, что апостол Павел пишет в Первое Послание Коринфора. Он рассказывает о чудесах, о дарах, которые имеются в плане всех нам дать. И дальше он в последней стихе говорит так. Ревнуйте о дарах больше. Да, перед этим он рассказывал, что дары есть такие, иные языки, истолкование, перевод. То есть, есть также чудотворение, есть исцеление больных, есть вера апостолса. Разные дары родятся каждому на пользу. А дальше он интересное выражение говорит. Ревнуйте о дарах больше. Скажите, пожалуйста, распространяйте на практике исцелять больных, иметь чудотворство, делать. Смотрите, есть еще что-то больше этого? Может быть, еще что-то больше? Вознесение пророчества. Пророчество. Одним пророчеством этим шелухам, оно тут включено. А когда он закончил список, и когда все как бы перечислят, говорит, ревнуйте о дарах больших. И я вам покажу путь еще совершений. О чем это вам? Про вознесение тут еще речи не идет. Извини. Нет, нету просто этого. Там, например, что? А я не висцеливе, который только в том свече. висцеливе. Нету. Нету. Раньше главы не были. Главы были сделаны позже. Это 13 глава. 13 глава, который начинается сразу после 12. Начинается с того, если я говорю языками человеческими, и начинается перечисляться, что бы там ни говорил. А любви не имею, значит, какой самый великий дар? Больше. Больше всех перечислен. Какой дар? Какой самый большой дар? Любовь. Вы представляете себе? Любовь это самый большой дар. Она делает нас счастливым, а без нее просто никак. Я вам говорю, ревнуйте о дарах больше. Вам нравится слово ревность? Кто-то испытывает когда-нибудь ревнует? Что такое ревность? Как человек чувствует себя, когда он ревнует? Хорошо, комфортно, уютно, сидит себе, все хорошо, спокойно. Или как он чувствует, когда ревнует? Кто-нибудь когда не ревновал когда-нибудь? Какие ассоциации с словом ревность? Ну, выслышь ли кто-нибудь, что ты чувствуешь живой? Хотелось что-то принимать, действовать. Действовать, что-то менять, потому что настолько неуютно, настолько дискомфортно, настолько мы себя отвратительно чувствуем, что хотим что-то менять. Правда или нет? На почве ревности такие вещи люди могут делать, что просто ужас. Но, ага, какой ревности здесь идет речь, которая на грани зависти? Ревнуйте о горах Божьих. Одна история есть в этом завете очень интересная. Я бы хотел, чтобы вы немножко посмотрели на эту историю именно с этой точки зрения. Она очень показывает хорошо. Это первая книга Цауна. В самом начале книга Цауна написано, что у Элкана было две жены. имя одной Анны и Финанна второй. Это первая глава. Первая книга Цауна. Первая глава. И так у него было две жены. Судя по всему, по описанию этой истории, вы много знаете, я не буду затрагивать детали, но, судя по всему, поскольку он давал дары, одной, второй, детям, двое, видно, что жить богато. И так у него было у Элкана две жены, и он любил Анну больше. Давали ей особую часть. особую любовь от мужа. У него было все необходимое для жизни. И, как говорил один автор, описывая эту историю, у него очень французское упражнение, говорит, она жива на улице счастья, через дорогу был бульвар благословения. То есть, все, что она хотела, она себе имела. Казалось бы, все хорошо, радуйся и живи. Она спокойна, она удовлетворена, она все имеет, она имеет мужа любимого, все хорошо, живи себе и наслаждайся. И оказывается, что Бог не хотел, чтобы она была довольна, счастливая, такая, спокойная. Он говорит, вернее, он хотел что-то особое, чтобы она имела. И начал ее провоцировать, я не говорю с этого слова, а именно провоцировать на ревность. И написано, что именно началось происходить что-то особенное в ее семье. Финан начала рожать. А написано по причине того, что Бог так сделала, что Анна не могла рожать, она начинала смущаться, и у него чувствовался дискомфорт. Смотрит, финансово, опять беременная. Смотрит, опять беременная. Смотрит, еще беременная. Смотрит, еще беременная. Знаете, так много детей рожало, что автор даже не смог посчитать. Бегали туда, с вашей, он даже посчитать не смог. И написал сыновья и дочери. Вот так, общим матом, что было, сыновья и дочеря. А сколько, даже не написал, сколько, сколько их там было, потому что, наверное, обрешать не мог. Суть в том, что как только не успеешь глазом морить, она уже беременная. И пришел момент, настолько, Бог провоцирует, написано, что именно от Господа так было, что у нее не было детей. И приходит момент, когда она начинает чувствовать себя ужасно. И она уже недовольна тем, чем была раньше. Друзья, если мы привыкли к тому, что есть, если мы привыкли, мы адаптирулись, мы решили, что это хорошо, что этого достаточно, то это не значит, что это хорошо, что этого достаточно. Потому что мы так привыкли. Мы привыкли, что вот то, что состояние, то богатство, то успех, который мы имеем, вот он есть, вот и этого хватит. А вот больше мы не надо, его провоцируют. Когда делать так, что мы среди умных людей, ученых, нас стимулируют и провоцируют учиться, если мы видим, что все вокруг красивые, спортивные, красивые фигурки девушки имеют, девушка это провоцирует на то, чтобы пойти в тренажерный зал, на фитнес какой-то. Если все богатые, это провоцирует пойти хорошую работу найти, чего-то добиться в этой жизни. Иногда, иногда, может быть, мы в какой-то такой ситуации, где наш статус, где наше образование, где наше, может быть, положение недостаточно для того, чтобы быть в этом обществе. И вы чувствуете себя как не в своей тарелке. Было какое-нибудь такое в жизни? Когда мы в каком-то обществе, в какой-то кругу, в каком-то, может быть, кругу друзей, может быть, каких-то других. И вы чувствуете, что вы как не в своей тарелке. Было такое в самом деле? И вы хотите как бы задать вопрос, что я тут делаю? А я вам скажу, что вы делаете. Провоцируйтесь на достижение. Бог вас поставил для того, чтобы вы провоцировали, чтобы спровоцировать ревность почему-то большему, почему-то лучшему, чем то, что вы имеете. Он то же самое и Аннузил. Он не просто ее исцелил, и вдруг она начала рожать. Нет. Он ее начинает делать, подводить к тому, чтобы у нее было желание, чтобы желание было обратиться к Богу, чтобы желание было лучше, как отношения. И когда она ходила уже в депрессии, судя по всему, у нее была депрессия, причем глубокая, она была никакая, настолько, что муж уже не определенным глазом, не прямым текстом увидел это. И подошел и говорит, слушай, неужели я, Элкана говорит, Аня, неужели я, для тебя не лучше десяти сыновей? Он еще час ее забыл. Она посмотрела на него с ног до головы, таким взглядом, что он сразу понял, переборщил десять, надо было говорить пять. И это не спасло ситуацию. Она была в депрессии, она недовольна уже была тем, что было. Раньше все было хорошо, раньше не было никаких проблем, было так форма. Но пришел момент, когда она уже недовольна, она говорит, разве тебе мало, потому что я тебя люблю, тебе не лучше, десяти сыновей не лучше. Приходит момент, когда Бог нас поставляет такие условия, когда мы становимся недовольны тем, что имеем. Нам кажется, что этого мало, особенно в духовных вещах. Бог хочет побудеть и говорит, ревнуйте, а драк больше, а у нас еще меньших нет. У нас ведь бы меньшее были, хотя бы чуть-чуть, а у нас еще и меньше, а он говорит, ревнуйте, а драк больше. Это как бы должно нас стимулировать или нет? Вообще-то, если совершенствует предел, а куда теперь торопиться, правда? Если нет пика, нет точки, куда нам спешить? Какой смысл вообще крапкаться туда? Конечно, то, что совершенствует предел, еще раз подчеркивает, что оправдание через веру происходит, потому что, если через вера были бы какие-то дозировки, был бы какой-то предел, достаточно минимум какой-то, какие-то приборы, которые указывают, насколько мы стремились сегодня, мы, может быть, остаемся, может быть, в минусе или в плюсе, может быть, на завтра немножко мы стремились уже, завтра будет нам легче, или как? Но этого нет, потому что Бог говорит о оправдании через веру, на стремлении к чему-то, это и есть жизнь. Он хочет, чтобы мы испытывали жизнь с избытком, Поэтому он у нас ставит такие условия, когда побуждает нас ревновать о чем-то большем, о чем-то том, что мы, может, и не делали раньше. И то же самое Анну. Он настолько поставил такие условия, что Анна начала понимать, что нужен Бог ей, нужно чудо, которое может спасти ситуацию. Причем не мало, не много, а чудо. Друзья мои, как способен на чудеса, нужно верить в них. Знаете, в Библии есть очень много интересных высказаний. Высказаний, которые Бог как бы хочет нас, хочет именно нас с вами, как бы обгудить к этому. Ну, например, помните, в Якове написано, что Илья был человек подобен нам. И помолился не было дождя три года и шесть месяцев. Помните этот век? Пятая глава Якова. Можете открыть, посмотрите. Почему Илья говорит такие вещи? Кто его спрашивает, кому Илья был подобен? Кому это интересно? Он как будто специально провоцирует нас на ревность. И Яков был такой, как мы, похож на нас. Да, кстати, чем он был похож на нас? Для руки, для ноги, имя? А на кого на нас? На меня или на вас? На нас на евреев больше. На евреев был больше похож. А чем он был похож на нас? Тем, что бороду имел, или что? Или на нас, на украинцах, не похож, как на евреев. Когда говорится, что Яков был похож, человек подобен нам. Что имеется у Ильи? Есть какие-то такие рядные вещи, которые вы можете озвучить, чтобы мы могли понять, что это вода вам? Один и тот же Бог. Один и тот же Бог. У него и у нас. Один и у человека. С теми же проблемами. С теми же проблемами, да? А какие у нас проблемы? Перечислим быстренько? Быстренько не получится. Список большой. Список большой. Но он также, как и вы, разочаровывался, пускай с руки. Конечно, конечно. Более того, он имел тот список, который имеем каждый из нас, который даже озвучивать не собирались. Ни под каким предлогом. Даже если автомат на нас направит, мы умрям, мы не скажем. Правда? Несовершенный. Несовершенный, так. Он был человек подобен нам. Мьяков говорит, описывая это, чтобы попаяли все мы, чтобы заинтриговались, чтобы заревновались, чтобы человек такой, как мы, а достигает чего-то большего. Так мало того, что он помылился, и три года не было, и шесть месяцев дождя. Это мало этого. Где он сейчас? Где он сейчас, этот человек, который подобен нам? Как умудрился? Как посмел? Кто разрешил? Кто разрешил? Мы даже не верим, что это возможно, что мы можем быть уверены в спасение. У нас сомнений чаще всего наливает, чем вера. Смотрите, сколько в виду таких вещей. Когда Иисус Христос, анисоса Матфея, описывает горе, теперь перечисляет города, анисорит, а-та-та-та-та-та-та-та. Потому что если в твоих городах вероявлено на то, что здесь явно, надо много покаяться, она перечисляет. Или, например, язвычники, гречники и мытарь впереди вас в Царство Божие. Ну, во-первых, если идут, то пусть идут. Зачем это говорить? Пусть идут там где-то, 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 правда? Зачем Христос это говорит? Вам, Питаре, кому он это говорит? Фарисеям, которые понимали, что мытарь и гречники не то, что впереди, а сзади не должны идти в этом направлении. У них другой путь, в другую сторону. Как гречники и мытарь могут идти вообще сзади, в хвостебы, и идти тоже в Царство Божие? И вообще не туда дорога. А тут они не то, что рядом с нами, а еще идут впереди нас. Интересное высказывание, да, Иисуса Христа? На каком это таком крутом повороте гречники, мытари, грудницы, могли обогнать меня, агентиста в третьем поколении, пастыря. На каком это таком повороте? Где это произошло, что я даже не заметил? Они уже впереди. При одной раскладке. Когда человек оправдывается верой. Если динамик, то пусть встанут сзади и потрудятся. Не один год. Сама сходим нет. При одной раскладке. Когда человек оправдывается верой, не одержит, что никто не появится. Они поверили. Иногда ему легче поверить, чем моралистам. Когда пришел человек в неубрачной одежде на свадьбу, Христос показывает, как ты не врачной одежде, он молчал. Почему он не сказал? Да вот, ну что я в небе придумал? Тем более еврей, чтобы не придумал, да вы не можете. А он молчит. Единственная причина, почему он молчит, это ему нравилось. А ему казалось, что неплохая его. Что он чего-то достиг, что он что-то мол, что он и сам сделал. И не принял оправдание через веру от Иисуса в свадебную одежду. Поэтому Бог говорит, вот я слышите, а сколько раз? Вот слуга сотника. Говорит, скажи только слово и вызвали, слуга мой. Не надо тебе даже идти. А он говорит, и Израиль у него нашел такую веру. Для чего он это говорит? Ну есть вера, есть хорошая, хорошая. А он говорит, это же Израиль у него вера, чтобы подстегнуть израильтян. Подстегнуть. Вы знаете, даже вот не кисмене такой веры, как ему надо вести и проявлять. Просто фантастика. И зачем тогда все делать, чтобы мы подтянулись, подтянулись. Чтобы мы заревновали о Боге. Чтобы мы не были довольны. Бог не хочет, чтобы мы просто были самодовольны, сидели. Он хочет, чтобы мы жаждали чего-то большего. А он нам кто бы вам дать? В плане на молитву у него есть. В плане дать нам на молитву то, что он бы никогда не дал, если мы о этом не просили. Поэтому не думайте, что все само собой. Что он задумал, кто и даст, что не даст, кто и не даст в любом случае. Ничего подобного. У него есть в плане дать в ответ на молитву нам то, что он никогда бы не дал, если бы мы о этом не молились и не просили. Просите, и давно будет вам. Это не автомат, что бросили монету и что-то получили. У него можно выпросить, это Личность. Без монеты выпросить можно. Даже если на зло можно нажаврать. Есть такое акулинское слово, когда человек жабрает, просит, просит людей. Есть люди, которые просили у Бога и выпрашивают, кто сожалеет. Эзеклия. 15 лет жизни. Есть вещи, которые Бог показывает. Смотрите. Много было прокажённого не Елисея. Помните такой пророк был, в которой никто не исцелился, кроме Емана? Интереснейшая история. Никто не исцелился. Девочка, которая была в плену, когда увидел, что её господин, которые её завоевали, пленил, её, возможно, на глазах не убил родителей и всё такое, увидел, что завоевал проказы. Ему надо бы сказать, так тебе не надо, это вещь Божия. Ты заслужил, ты по заслугам. Она говорит, если ты кладёшь в пророку, он снимет себя проказы. Конечно, она хотела бы задать вопрос, а ты видел, что потом он усилел? Что ей надо было ответить? Нет. Я что, прошу, сказал? Нет. Много было прокажённых во Дни Елисея, говорит Иисус в Луке, в Емане, в Луке 4 глава, но не один из телес, а значит, я ещё не могу писать не видел. А может, ты слышала? Нет, не слышала. А может, там прокажённых нет? Много было в Израиле прокажённых. Так оттуда ты знаешь. Вы ставите, что вы заболели какой-то болезнью, я говорю, если приедете в Одессу, к неставшим ядом, он излечит вас от болезни. Ну, допустим, скажем, туберкулёзно заболели, смертельное уже ставили. Я говорю, приедете, это только предположим, не боитесь, не пугайтесь. Я говорю, вы поедете в Одессу, там неставшим ядом, в моей церкви, помойте знакомы, и вы будете здоровы. А вы говорите, а ты видел, что он там над кем-то наезд? Я говорю, пока нет. А может, слышал? Нет, не слышал. В моей общине в Одессе нет больных туберкулёзом. Там все больных туберкулёзом. Много больных. Четыре кажут. Вы поедете в Одессу? Поехал. Как не странно, поехал в Енисей. Поехал. Но это не самое странное, и не самое чудесное в этой истории. Самый великий парадокс, самый великий парадокс, который я до сих пор не могу понять, у меня нет ответа на этот вопрос. Почему после того, как Нереман исцелился, все прокажённые из Израиля, поскольку это за секунды стало известно, хотя и не было во многих фронов, это же факт, все знали. Почему все прокажённые остальные, которые были в Израиле, не стали в очередь пророка? Вот это меня просто поражало. Ладно уже до. Ладно, там надо веру было пролить. Но здесь уже постфактум. Когда ты видишь, что язычника исцелили, язычник уже исцелил пророка, то что ж не прийти к нему и не сказать? Конечно, тут много таких. Представьте, вы приехали в Одессу, и вас этот дьякон исцелил, помолиться и вы получили исцеление. А местные косяк на вас. Думает, когда уже эти предсмертные муки у вас будут, думает, что это всё какая-то... Непонятно что. Шутка. И не обращаются. И Христос говорит, много было прокажённых Израилю. И не один из Есси, а из Есси, кто не из Илья тянет. А язычник. Неужели нас это не цепляет? Неужели нас не цепляет, что есть люди в тысячу раз добрее, чем адвентисты? Неужели нас не цепляет, что есть люди, которые Бог специально не приводит в церковь, чтобы мы их не испортили? Неужели нас не цепляет, что Бог говорит, ревнуйте агара больше, а нас ещё меньше даже нет? Чем тогда Богу зацепить нас, как равном? Что нужно, чтобы мы что-то пожелали большего, чтобы мы не понимали, что мы стремились к чему-то большему? Знаете, то, что Господь нам хочет предложить, оно действительно большое. Конечно, есть очень много текстов, не нелитяне у нас там, много вдовов было также в Израиле, и никому не пошёл Илья, только в Саревку, в Семенском, тоже не в теме, как бы, израильтяне, и в Израиле, в общем, очень много текстов, когда Бог как бы примеры приподняет, говорит, вот смотрите, вот смотрите, вот смотрите, города, царица с Южной, пределы земли, чтобы посмотреть, много Соломонов, а здесь больше Соломонов, интригует, хочется, чтобы какая-то ревность была в Израиле, по Богу Яхве, это же их Бог в первую очередь, так они, по крайней мере, думали, хотя Бог для всех, и для нас, и наш Бог, но они-то так думали, и Он как бы на их языке стимулировал их ревновать, ревнуйте о чём-то большее. Друзья мои, если бы вы только знали, как нужно спешить жить, как это важно, не тратить время к опыслу, изучайте иностранные языки. Вы знаете, когда я очень поздно это всё понял, и очень поздно, скажем, кинул со мной всё это. Я сейчас занимаюсь чем только могу, чтобы как-то компенсировать, я не успеваю. Мои миссии значительны, я знаю, что я скоро уже уйду, я это знаю, но как это завтра? Знаете, если первые полсотни лет так быстро пролетело, и у меня уже в полтине, то я знаю, что вторые, наверное, ещё быстрее пролетут. И я начинаю в них однажды хватать то, что не хватило тогда. Учу не находом языки, не хватает просто времени. Не убивайте жизнь, не убивайте время. Если у вас есть возможность куда-то поехать, и у вас есть вопрос ехать или не ехать, езжайте. Если у вас есть вопрос делать или не делать, делайте. если вы не поедете, если вы поедете, вы может пожалеете, может нет, 50 на 50. Может вам понравится, а может не понравится, и пожалеете, что поехали, такое может быть. Но если не поедете, там ещё ничего не началось, вы уже жалеете. Вы уже жалеете. Как говорил мой друг, нужно быть в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми. Библия подтверждает, не сильному победу, не проворовному успеху, не шеволе, все от Бога. Это то, чтобы оказаться в нужное время, с нужными людьми, в нужном месте. Нужно везде лазить, он говорит. Не сидеть дома сильным. Чем больше ходите туда, посещая их, ты вручек. Поэтому у тебя снова приедет. Не пожалеешь. Надо, надо. Конечно надо. Вы знаете, Бог исцеляет. Бог исцеляет всех. У меня нет времени, мне было очень много рассказать. Но я постараюсь еще рассказать, хотя бы немножко, чуть-чуть расскажу, в нескольких предложениях Чудо на Гудзоне. Вы слышали это чудесное избавление, когда самолет поднялся на высоту 9609 метров. И на этой высоте столкнулся с канадскими казарками. Это дикие гуси, большие, мошенки. И реактивный двигатель засосал сразу по несколько, в один двигатель и несколько казаров, в другой двигатель. И двигатель вышли, и строила километры над городом. И самолет завис. И люди сразу все почувствовали в стороне. Было 150 пассажиров, 5 человек, 155 человек. И сразу все почувствовали, что тяга пропала, и они как зависли в воздухе. И весь, весь самолет превратился в молитву. Молились и взывали к Богу все, кто был раньше атеистом, кто никогда дальше этого не делал. Молились и вся, весь самолет превратился в общую молитву. Молились все. И Бог сделал чудо. Они пролетели этот мост в Вашингтон буквально несколько метров. Высоты хватило, как раз, чтобы пролететь и не задеть высокие перила. Именно в это время, когда много катеров, много частных водок, все, было в этом месте, пусто на Гудзоне, и они сели на воду. Прямо призывались на воду. И с тех пор, это был 2009 год, 15 января, 2009 год, с тех пор они собираются каждый год, каждый год, собираются все и делают День Благодарения. И благодарят Бога, и славят Бога за спасение. Все верующие стали. Они пишут книги, статьи. Вот одну статью я хотел вам немножко озвучить. Некий барик сидел на С1 месте. Он ехал в Шарлоту летел. И он рассказывает, что за два месяца до этого у него был случай в жизни. Его уже заболела раком, и была четвертая степень, уже умирала. Он очень любил. Ее отправили уже домой умирать. Он говорит, я впервые в жизни никогда вообще к Богу не молился. Преклонил колени и просил Бога, чтобы Бог ее спас, чтобы ее чудесным образом стерил. Это было как последний Бог, последняя надежда, которая у меня была. Я встал на колени и понимаю, что я к Богу не имею никакого отношения. Я понимаю, что шансов мало. Поэтому я говорю такие слова. Господи, спаси ее. Я знаю, ты есть. Не зря весь мир об этом говорит. Ты есть. Но я тебе никогда не молился. Я даже тебя не знаю. Но если у тебя нет другого пути спасти ее. Я ее так сильно люблю. Я говорю, он говорит, если у тебя нет другого пути спасти ее, возьми мою жизнь, а ей сохрани. И когда он полонится искренне, со всего сердца, он понял сразу, что что-то произошло. И она сразу поднимается, буквально в течение суток, идеальные анализы, врачи в шоке, в восторге, потому что она умирала, она уже даже не ходила в четвертую стадию рака. Чудесным образом поднимается и становится здоровой. И он и ждет, когда кухен заберет, и ждет один, день нету смерти, второй день нету, третья, четвертая неделя пришла все меньше и меньше, а в том жизнь забылась. И он сидел уже как-то на легке, Бог за ним не пришел, который должен прийти забрать его жизнь вместо жены. И говорит, теперь, когда на высоте тысячу метров над городом самолет завис, он почувствовал сразу, вот оно, пришло. И даже художество на фильме есть, когда самолет приземлился на воду, природнился, то один человек прыгнул сразу и начал плыть. Но когда холодная, все-таки я в армейце, он понял, что не доплывет даже до половины, поэтому развернулся, и его взяли на крыло. А это был барин, который решил, что за ним, что за него должны умирать, он прыгнул. Бог исцеляет, Бог исцеляет язычников, которые даже не живут за веки с ним. Адельтисты седьмого дня. Бог наш, он любит всех людей, но он хочет поставить такие условия, чтобы мы подтянулись, чтобы мы ревновали, ревновали, чтобы нам было мало, все время мало добрых вещей, блаженные, алчащие и жаждущие правды. Они насыпятся, не равнодушные насыпятся, а жаждущие и алчащие. И он хочет, чтобы мы ревновали о духовных вещах, о чудесах, которые у них не написано. Чудеса, которые происходят даже не с верующими людьми, а с мирскими. Он хочет, чтобы все это было наше, чтобы мы имели радостную жизнь, счастливую. Все для этого сделано. И я хочу пожелать, чтобы каждый из вас действительно там был. и чтобы каждый из вас не упускал эту возможность. В заключение все-таки хочу рассказать коротенькую историю. Есть ли имя? Есть. Ачаков. Кстати, мэр там адвентист седьмого дня. Сережа Бычков. Комой друг. Он крестился, когда я там был пастырем, и он пришел, чтобы сокарактеризовать своих детей. Его жена была в первой церкви. И он пришел сокарактеризовать детей первый раз в жизни на богослужении. Послушал, пробовал. Я видел, что кто хочет узнать больше, останьтесь на дополнительные курсы. Церковь маленькая, половину вашего здесь. маленькая церковая чакра. И я говорю, есть ли кто-то есть? Я смотрю на него, знаешь, что такого есть? Все свои. Есть ли кто-то есть? Смотрю, он остался один с этой группой, которую составлял один человек. Позанимались немножко. Потом мы крещением в Черном море приняли. Это были интересные такие опыты. И что интересно, что именно в этом городе первый раз мы поехали на Кимбургскую косу с церкви. Это то, как были лоберярии в христианстве. И это заповедник. Мы поехали в церковь. У нас было в основном практически все церкви. Человек 30 нас там было. И мы все собрались, поехали на Кимбургскую косу. Ну вот как это было. У нас в церкви был один человек, мой друг, который всегда любил опаздывать. Если он смотрит сейчас эту передачу, он знает, что речь идет о нем. И вся церковь чакра знает, о ком ее речи. Но ради приличия я имя ему не скажу. И так он всегда опаздывал. Уже должен быть. Он играл на гитании и пел. Поэтому каждый раз, когда его поставили в ракет, что он должен петь, всегда высматривал. Уже просто не начал. Уже песню Хорская. Уже его очередь. И он вбегает в последние минуты. Ему дают гитару на ходу. И он спрашивает, какая песня, какая песня. Ему говорят песню. И он уже на ходу, там же играет, уже поет. Так было всегда. И он говорит, что он не прийдет на минутку раньше. Хотя бы на одну минуту. У кого-то ты выступаешь. Железу Руду начала вообще богослужать. Невозможно. Опаздывать всегда. И вот на киберскую косу, когда мы едем, мы решили поехать, а там только можно через море. Катер военный налет. Один рейс должен был быть. И в порту военно. Мы ждем. Все есть. Угадайте кого-нибудь. Кстати, мы там провели очень хорошо время. Мы еще и анализировали местные габаригены. Мы там проводили программы. Это был интересный момент. Но поскольку он вторая гитара, мы найдем гитару и играли. Поэтому я его очень ждал. И просил капитана. Давайте подождем еще. Давайте еще немножко подождем. Уже все на месте. Он говорит, волны, буря надвигается. Я не смогу вернуться до ночи. Я просто не успею. Это далеко. Это длинный путь. И нам нужно выходить. С ними или без него. Мы отправляемся. Я говорю, можно я пойду до ворот. До конца порта. И посмотрю вверх. На большой спуск. Если он есть на горизонте, я ему прыгну, чтобы бежал. И мы поедем. Если нет, я возвращаюсь и мы едем. Хорошо. И я иду медленно. Знаете? Тяну время. Я люблю шансы. Знаете? Так медленно, медленно. Вижу, что тут нервничает. Но мне он нужен. Он поляет гитару. Мы на 2 гитары должны были играть. И я подхожу медленно к концу. Смотрю вверх. Так медленно. Никого. Даже точки шляпы. Даже не видно. Никого. Я возвращаюсь. Я так медленно захожу. Сели и катер ушел. По волнам красиво. В следующую субботу на проповеди Саша рассказывает. Прихожу на спуск и смотрю, как спарта-вояна движется красиво-красиво по волнам катер. И понимаю. Это единственный. Потому что больше нет в портуе. И видит, что ну все там. И говорит. У него была проповедь. Говорит. Я бросил на траву рюкзак. С вещами сложенный такой любовь. С надеждой такой, что три дня мы очень хорошо провели время. Положил гитару. Сел на траву. И смотрю, как красиво разрезает волны катер. И красиво. И грустно. Одновременно. И настолько грустно, что даже никогда не плакал. Я не вспомнил за собой. Это просто слезы крала на траву. Опоздал. Хотел. И что самое обидное. Все там. Все успели. Слышь. Возможно. Все такие как он. Все собирались. Все так же. И все успели. Он один не успел. Не говорит хорошо, что это на Кимбургскую косу. На отдых трехдневный. Кстати, это не из лучших трехдневного отдыха, который я помню в своей жизни. Даже когда был в Турции, все включено было. Не было так интересно и так ярко, как именно эти три дня. Это было нечто. Вокруг костра. Интересные конкурсы. Вечерами мы проводили проповеди для местного населения. Это было очень интересно. И у него настолько ревность взяла, что мы уехали. А он нет. Что он на следующий день утром уже был там, не знаю, в плаву. И говорит, что какером местным рейсом добрался, но не смог остаться дома. Друзья мои, пусть то, что происходит вокруг, даст нам хороший толчок двигаться вперед. В течение всей вечности мы будем расти. А рост – это жизнь. Это интересно. Не будьте скучными. Не ленитесь. Потому что если у меня на сотруднике лень может прогрессировать, что скоро вам дышать будет в ней, не вы просто умрете. Двигайтесь, делайте, организовывайте. А вы лучше что-нибудь, чем ничего. Потому что все, что мы делаем, оно будет совершенствоваться. Если вы потерпели крах, как говорил Владимир Ленин, купите пиццу и отмерьте. От праздники. Потому что вы проиграли и получили очень хороший урок. И двигайтесь дальше вперед. Пусть Господь благословит каждого. Пусть все ваши добрые мечты будут Богом сопровождаемыми, чтобы все это у вас получалось. И я уверен, что у вас все получится. Божьим вам благословением. Я хочу помолиться прямо сейчас вместе с вами, чтобы Господь благословил каждого, кто здесь присутствует. Особенным Божьим благословением. И чтобы Дух Святой был на каждом из вас. Божьим благословению. Божьим благословalsa большого. Божьим благословения. Божьим благословdefense. Для любых brokenных нужно.